Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Добрый вечер. Есть вопрос. Сколько лет в Одессе? 223. Именно столько новых мафов за последнее время, за последний год, установлено специально к дню рождения нашей жемчужины у моря. Но это же невозможно. Знаки замуровывают, простите. По ситуации с мафами в Одессе будем говорить прямо сейчас. К нам присоединился депутат Одесского городского совета Алексей Еремиц. Алексей, здравствуйте. Алексей, я смотрел ваш фейсбучный пост, полный праведного гнева. И настолько плотно на фотографии установлены мафы друг к другу вдоль дороги, что они то ли защемили, то ли поглотили знак «Остановка по требованию». Я думаю, что знак «Остановки» был гораздо раньше. Потому что если внимательно на него посмотреть, он так еще отдает каким-то таким советским прошлым или 90-ми годами. То есть это не совсем современно. Его просто постепенно, так понимаю, обшивали, обшивали. Эта будочка с обеих сторон расширялась. Она потом превратилась в такой павильон. Я выставил там отдельную фотографию этого павильона и карта с указанием, где это находится. Это такой авиационный перелочек. Вот. И на самом-то деле здесь даже, знаете, не вопрос этого знака, как та ситуация, которая в сегодняшний момент происходит с мафами. Повсеместно. Повсеместно. Причем вот когда был отчет на очередном, на прошлой неделе был отчет руководителя управления торговли. Господина Машьянова. Да, все это, наверное, на очередном аппаратном совещании. Вы знаете, интересный такой отчет. Почему? Потому что фигурировало количество объектов. Да, там 1700 стало там меньше, там 1400 стало 700, будет 500. Но почему-то не было не сказано слова, знаете, не о количестве объектов, а о метрах. Почему? Потому что у нас ситуация какая? Было действительно там 5 будочек, каждая там по 3-4 квадратных метра. В итоге их сносит, но появляется 3 павильона. Действительно меньше. Ну, было 5 будочек, стало 3. Но павильоны эти занимают, каждый из них там 70-100 квадратных метров. Или когда у нас, допустим, на какой-то улице... Они же просто остаются такими в массивах, в которых нарубаются камеры, в которых работают люди. А посмотрите, что на сегодняшний момент в поселке Котовского происходит. Это вообще пост ужас. Причем вот уже обсуждение на согласительном совете испыдительного комитета, в четверг будет заседание СПОКОМО, уже будут утверждаться схемы так называемого благоустройства поселка Котовского. По поселке Котовского. Две схемы, да. Что это за схемы? И самое смешное, вот вы даже можете своим журналистам дать уже поручение снять эту схему. Эту схему не покажут на экране, и никто не увидит. Потому что никто этих схем не видел, понимаете? Их никто не знает, не понимает. Утверждает, простите, депутатский корпус. А это не депутатский корпус, утверждает. Это член исполнительного комитета. Утверждает член исповедительного комитета. И в лучшем случае вы сможете увидеть эти схемы, и то так, вскользь, на заседании так называемого согласительного совета исповедительного комитета. Это в малом зале наверху, где присутствует исключительно... Так раз тот согласительный совет, когда мэр не любит, когда туда приходят журналисты. А туда никого не пускают. Это несколько другой. Это согласительный совет перед сессией, а есть еще согласительный совет перед исполкомом. Там журналистов нет, там члены исполкома, чиновники приходят докладывать и ряд депутатов. Но, к сожалению, не хочу обидеть своих коллег-депутатов, там очень редко кого-то из депутатов встретишь, мало кто бывает. И там как раз показывают теле-некитоматериалы, фотографии, которые потом чему-то, как говорится, для широкого круга зрителей недоступны. И, вы знаете, это на самом деле большая проблема, плюс еще появилась такая мысль, информация даже. Вот у меня на округе, в частности, на Люздорская дорога, первая станция до Толбухина, это мой округ, я попытался, вот сейчас пытаюсь разработать действительно схему благоустройства в контексте того, чтобы зафиксировать те будки, которые есть на сегодняшний момент, и чтобы их не появилось больше, или там не появились какие-то ряды очередные, потому что там тоже неблагополучная такая ситуация с этими будками, как и везде. Ну, послушай, такая ситуация везде. Я вам хочу сказать, пока я разрабатываю этот план благоустройства, сейчас он завис у господина Янчука, и почему-то как-то не двигается вперед, за это время уже на этом участке моего округа уже появилось две зелененьких и три оранжевеньких, хотя мне было сказано, ну, абсолютно верно, да, просто там разные есть цвета, уже появились эти будки. Хотя мне было четко сказано, что никаких новых будок не будет появляться, ничего меняться не будет. Ну, мне кажется, что в Лесе ничего вставят эти будки. Ну, я думаю, что без него это не происходит. Это однозначно, он профильный заместитель, и схемы благоустройства, как раз он как профильный зам и визирует в том числе. То есть однозначно без него это ничего не происходит. Алексей, я хочу задать вам вопрос. Как депутат городского совета, вы в ближайшее время будете регулярно видеть городского голову с наступлением нового сезона, скажем так, сессионного, он совершенно искренне возмущается безобразием, которое происходит в городе. Например, сточные воды, которые нельзя пить, да, которые вредны. Что это? Доступ к пляжам. Вот есть ряд депутатов, которые, значит, по прямому громоподобному голосу нашего городского головы пошли и действительно занялись вопросами и доступа, и пожарной безопасности. Может быть, он просто не знает эту ситуацию? Знаете, ну это хохма какая-то. Когда вот на аппаратном совещании вчера... Мы же теряем лицо города. Ну, послушайте, ну это просто анекдот. Когда выступил господин Мирошниченко, начальник управления инженерной защиты, и рассказал о том, что у нас, оказывается, были нарушения, на пляжах все неблагополучно, что все там... Проблема с пирсами, захватили пирсы, их эксплуатируют непонятно как, хотя должны были привезти в нормальные состояния и так далее. Более того, у половины пляжей нет договоров. Нет договоров, да. Нарушается, допустим, ситуация с размещением непосредственно зоны, которая находится в коммерческом использовании, свободные зоны 30% для жителей и гостей, допустим, которые могут положить там свои постилки и отдыхать. Только сейчас это заметили. Когда сезон уже закончился. Все, здесь сезон закончился. Об этом говорили еще в апреле месяце. А теперь, да, послушайте, давайте так. Об этом говорили, бог знает, когда. Во-вторых, еще тонкий момент. Есть такой план регуляторных актов, который утверждается городским советом, ну, как правило, в конце года, на следующий год. Уже в этом плане регуляторных актов болтается правило обслуживания, эксплуатации пляжей два года. Почему не могут до сих пор это разработать? Потому что они не нужны, потому что выгоднее. Ну, и общественные слушания. Да не было, не было никаких общественных слушаний. Это все вранье. Была просто встреча ни о чем. Послушайте, профильный департамент должен разработать и внести на обсуждение. Пока никто ничего не разработал, ничего не вносил. Была просто встреча ни о чем, кого-то с кем-то и так далее. Была какая-то встреча в кинотеатре. Да, послушайте. Была встреча просто в кинотеатре, пригласили арендаторов, если я не ошибаюсь, в мае месяце, когда уже сезон практически начался, пригласили арендаторов пляжей, что-то там им рассказали. Что рассказали, честно говоря, даже эту встречу, ее никто не анонсировал, там все массовой информации не было на этой встрече. Об этом я, например, узнал, когда эта встреча уже заканчивалась, но я даже не успел доехать, потому что, ну, так, с горячего просто, случайно узнал об этой встрече. Через мафы пробиться не смогли? Не через мафы, понимаете? На сегодняшний момент ситуация следующая. У нас правила благоустройства этих пляжей, обслуживания, никто не знает, не понимает. Если говорить о планах схемах, допустим, размещения тех или иных торговых площадей, количества тех же, допустим, шезлонгов и так далее, ее нет. У большей половины пляжей этих схем нет. Как вообще можно эксплуатировать этот пляж и вести коммерческую действие, если нету схемы? Вы, когда заходите на пляж, это все должно быть. У нас изначально идет подмена понятий. Все должно быть. В студии бывает ваша коллега по депутатскому корпусу, юрист Ольга Квасницкая, которая говорит о том, что подмена понятия это не мафы, это временные сооружения. Мафы это урны, скамейки, фонарные столбы. Мы об этом говорили. Так почему депутаты не поднимут этот вопрос? Да послушайте, посмотрите внимательно аппаратные совещания, заседания сессии, заседания исполнительного комитета. Уже устал поднимать эти вопросы. Постоянно. На сегодняшний момент. У нас вся... Да послушайте, наконец-то все ясно, что есть маф, что есть временное сооружение. У нас есть на сегодняшний момент целая и комиссия депутатская, и целый корпус чиновничий, даже вот по простым регуляторным актам, которые должны быть разработаны, потому что в любом каком-то действии должна быть система, понимаете, по которым нужно существовать. Ее нет этой системы, а у нее нет этой системы, что эта система, система невыгодна, потому что проще вась-вась там о чем-то договариваться. А когда есть четкие правила, то есть правила, их нужно следовать. Если вы перестанете прописывать будки мафами, то их априори не может быть в плане благоустройства. Хорошо. Потому что маф в плане благоустройства это скамейка, это скамейки, урна, клумба с цветами и так далее. Так это не мы называем, это чиновники. А поднимали уже неоднократно, говорили уже 250 раз. Да они их не разрабатывают. Три года находятся в разработке правила по торговле, по временным этим сооружениям, которые точки, вернее, по правилам торговли на вот этих временных, как называется, временных объектов торговли. Значит, кому-то это выгодно. Выгодно три года водить депутатов и, возможно, городского голову за нос и не рассказывать. Вы думаете, городская голова об этом не знает? Я надеюсь на это. Да, но это чепуха. Да все это знает. Ну, допустим, он мог не знать о будке на трассе здоровья, действительно, я согласен. Он не знает о схемах благоустройства, которые постоянно обсуждаются на поселке Котовска, где сейчас вдоль целых улиц появятся вот такие огромные ряды, которые еще там уже у нас на Вильямсе, на Маршала Жукова. Но вот скажите, вот неужели нет лобби крупных ритейлеров в городском совете, которые, по идее, могли бы продавить и убрать с фасадов улиц вот эти торговые ряды? Они же убивают, на самом деле, коммерческую недвижимость в виде торговых центров и супермаркетов. Я не знаю, наверное, их нет. Значит, получается нет. Хорошо, давайте так. Либо, возможно, допустим, та, условно говоря, коррупционная прибыль, которая появляется от установки этих будок, мафов, как угодно их можно называть, наверное, достаточно высокая и на сегодняшний момент дает определенную прибыль им. И, собственно говоря, снимается вопрос с интересов крупных ритейлеров. Возможно, и так. Вот скажите, если уже работает такая схема, то кто может ее возглавлять? Все-таки схема или система, против которой вы сейчас боретесь, она существует, хотя она неофициальная. Кто возглавляет эту пирамиду по фактическому ежемесячному сбору очень неслабых денег? 600 долларов стоит порядка 20 метров торговый вот этот павильон. Чиновники, однозначно, которые отвечают за направление торговли. Насколько колоссальные это деньги? Это колоссальные деньги. Я думаю, что это очень большие деньги. Почему? Потому что еще есть один тонкий момент. Смотрите, в этих будках находились стеленые владельцы. Их под соусом благоустройства эти будки изгоняют. Это, как правило, мелкие, небольшие, допустим, какие-то торговцы. Их крик, глаз практически никто не слышит. О них никто не говорит. И на месте, допустим, этих будок появляются целые ряды. И мотивирует это тем, что люди, которые стояли до этого, они не знали. Абсолютно верно. Но это все вранье. Почему? Потому что это все вранье в той или иной степени. Почему? Потому что главная, абсолютно верно, главная причина в том, чтобы этих людей оттуда выбросить под соусом благоустройства, а на месте их будок поставить целые ряды, которые по площади иногда бывает и в 10 раз становятся больше. И кому-то эти ряды, эти павильоны кому-то принадлежат. Потому что установить такой достаточно большой корпус с остекленением, это тоже может стоить несколько десятков тысяч долларов. Но я думаю, что они на вторую степень могут иметь отношение к чиновникам, которые принимают это решение. Но вы же можете дать официальный запрос и спросить, кому они принадлежат. Если город дает разрешение на их установку, вы получите ответ СПД какой-то Филькин. Вы никогда не увидите, не узнаете, кто конкретный или конечный вернее бенефициар этой, допустим, будки или этого бенефициара. Вы не знаете, кто является конечным бенефициаром. Слушайте, догадываться можно о чем угодно, но для этого нужно быть документ. А самое главное, не нужно догадываться, не нужно узнавать, а нужно просто не ставить эти чертовы павильоны. Потому что мэр города в свое время, когда еще баллотировался, он говорил о том, что он решит проблему будок, что будок у нас не будет. Что будок у нас не будет. Мафа, будок. Говорил по моратории на установку мафа. Теперь что мы видим? Да, будок нет, но вместо будок появляются павильоны. Да, конечно, появляется какая-то плиточка, которая так еще и, честно говоря, и устанавливает, что она потом сыплется, вся эта чертова плитка. Но вопрос даже не в этом. Зачем это делать? У нас должны быть нормальные тротуары, по которым человек может передвигаться, человек с ограниченными возможностями, там, я не знаю, родители с коляской. Да какое это место? Алексей, но мы не единожды уже говорим об одном и том же... Послушайте, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент я могу точно ответить. Городская власть не имеет и не видит никакого противодействия, реального противодействия, прежде всего, со стороны депутатского корпуса. Потому что, конечно же, если бы депутатский корпус был реально возмущен этим фактом, это было критическое, критическое, там, не знаю, количество депутатов, то, возможно, и депутаты, конечно, возможно, и депутаты имеют отношение к этому. Почему? Потому что, знаете, просто получается глаз вопиющего в пустыне, когда там, ну, я, допустим, рядом еще моих коллег поднимают эти вопросы, Но мэру и, я так понимаю, человеку просто плевать. Они просто сидят иногда, не знаю, улыбаются и просто абсолютно как-то так, даже в смех. Вот и все, и ничего не происходит. Сейчас будет заседание исполнительного комитета, я эти вопросы подниму. Вы думаете, что что-то поменяет? У нас все члены исполкома, ручки так поднимут, проголосуют и все окей. И завтра в сроке Котовского появятся еще 2-3-4 улицы и вот этих павильонов. Значит, если депутатский корпус ничего не может сделать, задают этот вопрос не единожды, зачем нужны нам эти депутаты? А теперь давайте мы отойдем к шкафу обратно. Знаете, у нас получается так, что депутаты, мэр, а кто за этих людей голосует? Одесситы? Вы что же ходите на выборы? Вы за кого голосовали? За какую политическую силу? Можете мне ответить? В Одесский городской совет, честно, не вспомню. Ну, вот видите, вы даже не помните. А вот мы должны понимать, за кого голосовали. Голосовали за эту политическую силу? Кто эти депутаты? Как они голосуют? За кого будете голосовать? За какую политическую силу на следующих выборах? У нас так получается, что никто ничего не помнит. Одни не ходят на выборы, третьи не помнят. а четвертые забыли или ходят с условиями, а кто-то за гречку. А потом мы задаем вопрос, а вот почему депутаты не отвечают за свои голосования или почему они не поднимают вопрос. Потому что таких депутатов выбирайте. Потому что одни на выборы не ходят, другие не помнят. Вот так и получается. Кому какие претензии можно подъявить? Я, например, знаю, за кого я голосовал, за что я голосовал и знаю, как я себя сейчас веду в городском совете. Понимаете? На сегодняшний момент я вам скажу, к сожалению, депутатский корпус абсолютно не реагирует. Не только на эти будки МАФ. А посмотрите, что происходит с застройкой у нас. У нас сейчас вообще все будет застроено в нашем городе. Просто все подчеркнет. Понимаете? Просто. Мы это тоже, к сожалению, видим. Результатов работы и депутатов, и чиновников не видим. Увы. Увы. Сложно с вами не согласиться. Благодарим вас за то, что пришли к нам. Алексей Еремитов, депутат Одесского городского совета, был нашим гостем. Уходим на новости. После начнется авторская программа Марины Баканурской. Ни слова о политике. Вернемся в студию после 18.00. Напоминаю, что в 19.10 у нас в гостях будет председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Свои вопросы ему вы можете оставлять на нашей страничке в Facebook под соответствующей публикацией. Самые интересные мы озвучим в эфире. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова